снова меня плохо видно да ничего страшного я ночью гуляю тут дело такое записывал видео предыдущие там меня отвлекли на предмет ребята хотели арендовать самокат я им подсказал как делается как его отстегнуть и прочее прочее вот ничего страшного вот так о чем я хотел записать свое предыдущее видео о том то что сегодня я находясь в торговом центре авиапарк где полным полно народу прям ну там там прям реально толпами народ ходил прям прям здорово классно много людей вот но я зашел в один из магазинов который называется обе и там нет даже очередей чтобы вы понимали магазин обе это магазин этих инструментов и там садовый инвентарь всякие эти штуки вот и для ремонта короче всякие брусок кафель унитаз двери опять же вот и а там нету как бы никого то есть как бы люди обходятся без очередей то есть я не нужно было отремонтировать диванчик свой точнее колесико заменить вот я колесик купил еще там несколько семян подобрал себе для кактусов и мини 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 как называется мини зелень там микро микро зелень вот очереди это нету прям прям нереально нет очередей а чё делать то есть сразу подошел на кассу и сразу рассчитался то есть я даже минуты не ждал а все почему это складывается потому что во первых очень хороший качественный магазин обслуживание все хорошо прям ему отдельный респект во вторых там самом магазине работники скучают потому что потому что никто их никто им не докучает возможно это рифма какая-то там покажется вам но нет это просто трэш на самом деле трэш почему потому что никто не хочет заниматься ремонтом я вот сколотил себе там кресло до из поддонов и у меня одно колесико там прохудилась скажем так лопнула я пошел заменил его выкрутил на его место вставил другое колесико все а современные люди они же не умеют ремонтировать прям я не знаю как это это очень меня это огорчило на самом деле то что я даже в очереди постоял да там были эти вот девочки и мальчики которые там предлагали мне там карту халву карту совести прочего тут банковский скам это все не мое я их постарался культурно отшить но без мата не обошлось прям серьезно потому что я им говорю не приставайте ко мне один раз сказал раз четыре повторил короче не нужно ко мне приставать вот потом открыто послал их на три отечественные буквы кириллицы короче да вот буквы это ну короче худо самая первая буква да то есть а дальше уже сами поймете что за слово из трех букв вот начинающие с кириллической буквы худо вот и получается что никто не хочет ничего ремонтировать все хотят сразу новое вот и если у них что-то сломалось короче они снова хотят новое блин да это же вот это вам пожалуйста такой регион как москва да тут на ремонте мебели можно заработать столько денег короче друзья то что я я реально об этом задумался то что если у меня там колесико кого это отпало я подошел короче перевернул свой диван открутил его шуруповертом пришел в магазин специализированный нашел такое колесико благо я сам строил свой диван да ну если сам не строишь свой диван то всегда есть специалисты которые тебе подскажут что где и как вот ты к ним подходишь говоришь мне нужно вот такой там колесико или такой вот какую-то другую фурнитуру вот я тебе вот там-то 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 короче посмотрите поглядите у нас такое есть или там говорят то что у нас такого нету обратитесь там магазин наш же магазин но только по другому адресу и все либо они скажут то что совсем нет и ты уже идешь не в магазин обе в магазин леруа мерлен ну потому что преимущественно все там все продается прям реально вот что в обе что в леруа мерлен прям вот все можно подобрать и короче вот я такой прикинул думаю вот колесико стоит 85 рублей прям ну реально 85 рублей стоит вот а чтобы его выкрутить съездить в магазин подобрать нужное колесико там или нужную ручку или что-то как-то короче можно рубас с них сорвать и все я такой сегодня чик а из заработок конечно ты на этом может заработать вот разместил объявление опять же на авито на юле короче и мне сегодня уже сегодня уже поступил заказ короче я уже съездил завтра поеду в леруа мерлен ну что в обе я уже повторно был там таких ручек нету завтра поеду в леруа мерлен подбирать эту ручку а там она есть я в интернете посмотрел она там есть все друзья вот и завтра еще как бы там те же самые 600 рублей да то есть я сказал 1000 рублей с учетом затрат вот те же самые 600 рублей но я заработал за завтра это вот я сегодня съездил короче вывернул у них ручку шуруповертом на аккумуляторе да блин это вообще короче да что за трэш происходит в этом мире то есть люди абсолютно не хотят думать они готовы заплатить 1000 рублей чтобы сами никуда не ездить ничего никак хотя завтра выходной пожалуйста что они будут делать там какой-нибудь сериал смотреть клипы смотреть по телевизору да блин я понимаю там если бы девочка какая-то была там неумеха там у которой там родители проплачивают ездить квартиру да то есть москве там все дела там мужик заказывает мужик да может быть он там крутой бизнесмен там все дела короче там кто-то телефон потерял объявление висит я покажу объявление я потеряла в парке свой любимый телефон редми ноут 10 by xiaomi цвет белый прозрачном чехле прошу вернуть награждение 8000 рублей и номер телефона короче вот видно было вот пожалуйста ну тоже тоже одну девочку потерял всякое бывает чем редми ноут 10 он около двадцатки стоит потому что у меня 9 его за 18 брал вот короче друзья возвращаемся к ремонту да это же можно на каждой ручке так под заработать 600 рублей здесь сегодня там плюс основная работа плюс там доставочка еще чего-то туда-сюда короче да блин за день можно там три часа потратил короче на один заказ 9 часов пожалуйста двушечку у тебя на кармане хоть за полторы тысячи это дело я не стал уж там цены загребать то что там прям вообще как будто это какой-то у ником ничего в этом уникального нет поэтому друзья я вам серьезно говорю то что хочешь работать ты всегда найдешь работу и заработок себе чтобы там для поддержания штанов там чтобы у тебя не только хлеб с маслом был там чтобы еще и корочка красная была сверху там ребеночку своему что-то прикупить все это можно все это да блин это в любом регионе можно сделать на самом деле это да мне фартанула я в москве но и в любом регионе да то есть это можно сделать потому что я когда находился в ульяновске я и из вот такого же нищеброда скажем так у меня появился свой бар потом через полтора года я продал его за полтора миллиона все как так ну потому что нужно хорошо относиться к своей работе я так считаю поэтому друзья всем мир любите маму с папой и как бы плохо к деньгам не относитесь умеете их считать если не умеете звоните мне и я вас научу считать деньги все всех люблю целую